МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Зарина Амрединова с информационно-аналитической программой «Самарканд за неделю» пресс-службы сообщают. Она подготовлена нами, пресс-службах и кемиата Самаркандской области, совместно с областной телерадиокомпанией. В этом выпуске мы расскажем об итогах уходящих 7 дней и вначале коротко о главном. Как обстоят дела с безбарьерным туризмом? Из отходов в доходы. В Пахтачи запускается новый проект. В Булунгорском районе увеличивается охват детей дошкольным образованием. Тепличное хозяйство Пахтачийской Махали-Буркут. Зеленый пояс Катакурганского завода. В Самарканде обсудили состояние дел по созданию инфраструктуры безбарьерного туризма. Рабочая группа Хакемиата области провела мониторинг на туристических объектах, базарах, средствах размещения, ресторанах и других точках, где выявлен ряд недостатков. Первое место посещения – евроотель по улице Мирсаид-Барака города Самарканда. Несмотря на полученные заключения и рекомендации от соответствующих организаций при возведении здания, здесь нет никаких условий для людей с особыми потребностями, как при входе в гостиницу, так и внутри помещения. По этой крутой лестнице трудно подняться даже здоровому человеку. Отсутствуют пандусы и места для регистрации гостей. Такая же картина в гостинице Гиза-Отель. Нет пандусов, специальных комнат для людей с инвалидностью. Не предусмотрено место регистрации посетителей. В гостинице Арт Самарканд, расположенной в самом центре скопления гостей на Регистане, не соблюдены требования по созданию необходимых условий для людей с ограниченными возможностями, начиная от пандусов до специальных помещений. Человек с инвалидностью не сможет ознакомиться с деятельностью областного краеведческого музея, так как при входе также нет пандусов, а в туалетах не созданы соответствующие приспособления. Наряду с этим отсутствуют информационные указатели со шрифтом Брайля для слабовидящих людей. Вышеописанные недостатки можно встретить и в чаще всего посещаемых туристами ресторанах Самарканд и Каримбек. В этих точках общепита люди с особыми потребностями столкнутся с массой проблем. Недостаточно развита соответствующая инфраструктура в этом направлении и на Сиапском рынке. В неудовлетворительном состоянии инфраструктура на самаркандских улицах Мирзу, Лукбека, Урзу, Махмудова, Ислу, Макаримова, Регистане и других. По окончании поручено создать семь групп, которые исследуют все туристические объекты. Дано время на решение имеющихся проблем. Администрация области проконтролирует исполнение поставленных задач. На протяжении последних двух лет Самаркандская область идет тесное сотрудничество с провинциями Китайской Народной Республики. В результате взаимных визитов делегаций с обеих сторон открываются новые горизонты перспективы для взаимодействия между дружественными странами, благодаря чему запускаются новые взаимовыгодные проекты, как, например, в Пахтачийском районе. Урзу, Макаримова, Регистане и Китайской Народной Республики Санкт-Петербург, Республики, Китайской Народной Республики Один из проектов разработан и совместно с инвесторами из китайского города Гуанчжоу – производство полипропиленовых мешков. Его инициатор – частное предприятие Мадина Савду Бельгисы. В настоящее время приобретено и установлено оборудование, на котором специалисты из Китая ведут обучение работников. По словам специалиста Яна Синьо, он сюда приехал вместе с несколькими своими коллегами из Гуанчжоу. Их задача – передать необходимые навыки по работе на данном оборудовании. Что касается Яна Синьо, то он планирует оставаться здесь и работать четыре года. Особенность данного проекта в том, что в качестве сырья используется вторичная гранула, полученная из отходов полиэтилена. Это пластик, крышки от баклажек, старые мешки и прочие. Их поставляют население. Кроме этого, дополнительно закупается полипропилен местного производства. Полипропиленовые мешки – универсальная тара, которая находит широкое применение в разных сферах производства. Пока руководство предприятия планирует выпускать их для своих нужд. Продолжение следует... Наряду с этим предприятие запустило еще и другие проекты. Как говорит руководство, девиз компании – качественная продукция, короткие сроки производства и оптимальные цены. На 20 сотках земли в Махалиме-Хробджон Булунгурского района выросло вот такое красочное двухэтажное здание дошкольного образовательного учреждения. По инициативе учительницы общеобразовательной школы 2 Фируза Ахмедовой на основе государственно-частного партнерства был запущен проект стоимостью около 2,5 миллиардов сумм. Довлет шерихчилигі осознан битым имзал егенмен. В 2024-е годы меге ажиратылген, довлет дамандан ажиратылген лимит кеп түштеде. Ятарылыча маблағларыны, чықарышны башладым. Изначально было запланировано 75 мест. Позже в проект были внесены некоторые коррективы, в результате чего количество выросло в 2,5 раза, и детский сад теперь способен принять 200 дошколят. На сегодняшний день в учреждении выполнено почти 99 строительно-монтажных работ. Со стороны инициатора поданы документы на получение банковского кредита на сумму 150 миллионов суммов. На днях ожидается официальное открытие дошкольного образовательного учреждения. Еще некогда пустынная земля на окраине Пахтачийского района сегодня превратилась в плодородную почву, приносящую хороший урожай. Благодаря усердию аграриев, Махале-Буркут активно развивается тепличное хозяйство. Вот эти кусты томата выше человеческого роста выращивает общество с ограниченной ответственностью «Зио Вудин Инвест Текстиль». Предприятие запустило масштабный проект еще три года назад. Сначала были построены теплицы на 18 гектарах и высажены 384 тысячи рассад помидоров. В 2022 году внедрен второй этап, и общая площадь теплиц, созданных по корейским стандартам с передовыми технологиями, увеличилась до 37 гектаров. Помидоры здесь выращиваются на гидропонике. Преимущества этой технологии очевидны. Сокращение затрат на воду, удобрения, защиту растений и труд, а также рост урожайности на 30% по сравнению с грунтом. Европейская ирригационная система осуществляет полив всего за 7 минут. Установленное умное оборудование позволяет соблюдать нужную температуру в любую погоду, вплоть до охлаждения в знойные дни. Все это позволяет получать урожай круглый год. Так, с одного гектара работники собирают от 80 до 100 тонн урожая. Мы созданы оборудование. Субтитры делал DimaTorzok Если пройтись по ровным рядам теплицы, то можно услышать жужжание мохнатых пчел яркого окраса. Они сюда попали не случайно. На каждом гектаре закреплены по несколько домиков с пчелами узбекско-турецкой компании. Они опыляют цветки томатов, что позволяет обеспечить увеличение урожайности. А главное, плоды получаются вкусными товарного вида. В тепличном хозяйстве предприятия на сегодняшний день работают более 200 человек из числа местных жителей. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 90% собранной продукции отправляется на экспорт в основном в Российскую Федерацию, Казахстан и Белоруссию. Остальная часть реализуется на внутреннем рынке. В 2025 году планируется запуск третьего этапа проекта по принципу «одна махаля, одна продукция». Как обещает руководство, общая площадь теплиц будет доведена до 52 гектаров. На карте Катукурганского района на одну зеленую локацию станет больше. Она создается в Махалеку-Мушкент. Инициаторы зеленой акции – иностранное предприятие China Energy International Group Samarkand Cement. Свою деятельность завод начал в прошлом году. На 39 гектарах пустующей земли, непригодной для земледелия и животноводства, был реализован масштабный проект, с водом которого создано 700 новых рабочих мест. Сегодня сотрудники компании дружно задействованы в озеленение промзоны общей площадью 16 гектаров. Наряду с этим налаживается система капельного орошения. Всего будет высажено более 12 тысяч декоративных деревьев 2020 года. Озеленение территории станет традицией. А когда она отвечает экологическим требованиям, эффект получается двойным, говорят представители завода. Тем более, что объявленная президентом инициатива Яшел Макону республики набирает обороты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин